Брат Ассафиво. Он не заинтересован. Как ты? Всё хорошо. Рад познакомиться. Альхамдулля. Как ты, брат? Хорошо. Мы собираемся образовать круг. Ты в первый раз здесь? Что ты знаешь о парке ораторов? Ничего. Я выполняю свой школьный проект. О, ты проводишь школьный проект. Если не возражаешь, что за проект? Это проект, в котором я рассказываю о спикерах, которые мне разрешают говорить. Это в неком смысле документальный фильм. Хорошо. А во что ты веришь, сестра? Какова твоя система убеждений? Например, ты веришь в Бога? Нет. Так ты атеистка? Или... Нет-нет, я верю, что там что-то есть, но не обязательно Бог. Опять же, когда ты говоришь «Бог», «Бог» — это немецкое слово, насколько я знаю, хорошо? Когда я говорю «Бог», это означает, ты веришь, что есть Создатель, который создал эту Вселенную? Да. Да, ведь это здравый смысл. Я верю во Вселенную. Извини. Я верю во Вселенную. Ты веришь в более чем одну Вселенную? Нет, я верю во Вселенную. А, ты веришь во Вселенную? Конечно, я имею в виду, мы все верим, что эта Вселенная существует. Но Вселенная не может создать саму себя. Да. Что? Я не пытаюсь противостоять тебе. Нет-нет, не волнуйся. Не волнуйся. Нет-нет, все в порядке. Мы просто разговариваем. Ты пришла сюда делать свой школьный проект. Да, я лишь слушаю. Нет проблем. Я лишь говорю с тобой, если хочешь, я продолжу, а если нет, я остановлюсь. Я лишь учусь. Нет проблем. Все в порядке. Но я кое-что скажу тебе. Когда ты говоришь, что Вселенная создала саму себя, это утверждение не имеющее смысла. Почему? Потому что если Вселенная изначально не существовала, поэтому необходимо, чтобы кто-то привел ее к существованию. Если я не существую, я не могу создать себя. Я вообще не существую. Поэтому мне нужно что-то еще или кто-то еще, чтобы привести меня к существованию. И эта вещь не может быть объектом, таким как камера или что-то подобное. Просто глядя на себя, мы можем узнать структуру нашего организма. У нас есть нос рядом с ртом, чтобы прежде чем мы ели еду, мы чувствовали ее запах. И у нас есть брови над нашими глазами. Почему? Потому что пот содержит соль. Поэтому я могу видеть, что тот, кто сформировал меня таким, обладает мудростью, знанием и силой. Так что эти качества не существуют сами по себе. Они существуют в ком-то, понимаешь? Поэтому в исламском учении Аллах упоминает в Коране. Неужели они были созданы ничем? Или они сами создали себя? Я имею в виду, что это невозможно и нелогично, что эта вселенная была создана ничем или создала саму себя. Это не имеет никакого смысла. Я лично просто не могу поверить в кого-то, в существовании которого я не уверен на 100%. Потому что я никогда его не видела, и я никогда не встречал его. Ты знаешь, это довольно сложно верить в кого-то подобного. Существовал ли твой прапрадед? Ты встречал из своего прапрадеда? Твоего прапрадедушку? Возможно. Нет, я говорю, твой прапрапрадедушка. Возможно, он жил 400 лет назад. Нет. Значит, ты не встречала его. Хорошо. Так что этот аргумент, что ты должна встретиться с ним, это не обязательно условие, чтобы узнать, что что-то существует. Да, но я знаю, что он из моей семьи. Откуда ты знаешь? Из-за родословной, не так ли? Да. И к тому же выводу можно прийти, когда ты смотришь на эти творения. Ведь это невозможно, что... И так же свидетельства... Да, и так же свидетельства из-за уста дошли до тебя. Но суть здесь в том, что когда ты смотришь на это, для начала вера в Бога, она глубоко укоренилась внутри нас. Но иногда, из-за того, что ты родился в среде, которая может отвлечь тебя от принятия того, что есть Бог, тогда мы можем использовать здравый смысл. Например, позволь мне объяснить тебе. Я прошу прощения за то, что отнимаю у тебя время. Не чувствуешь, что я давлю на тебя. Если хочешь, чтобы я остановился, я остановлюсь. Видела ли ты человека, который сделал этот смартфон? Нет. Ты не видел его. Хорошо. Смотри, нам не нужно видеть человека, который сделал этот смартфон, чтобы знать, что этот человек должен иметь знания, должен иметь способность и должен обладать некоторой мудростью. Почему? Потому что, глядя на смартфон, я вижу структуру. Знаешь, в нем есть меню, есть камера, и все это организовано. Хорошо? Так что я могу сделать? Я могу просто, используя свой здравый смысл, прийти к выводу, что человек, который сделал этот смартфон, должен обладать силой, знаниями, способностями. Однако я никогда не смогу узнать, какой у него размер обуви, потому что это выходит за грани моих знаний. Так что мы можем прийти к такому выводу, смотря на этот маленький смартфон. А что насчет тебя и меня? А что насчет этой вселенной? Когда мы видим, что все взаимосвязано, все организовано. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Откуда мы знаем? Мы можем видеть закат и восход солнца. Поэтому в учении Корана Аллах всегда говорит нам смотреть и размышлять о творении Аллаха. Потому что, когда ты размышляешь и чувствуешь, ты видишь порядок и совершенство во всем, и даже в нас самих. Аллах упоминает в Коране, что мы являемся ясным знамением, ясным доказательством существования Аллаха. Ты понимаешь? Да. Так что это называется универсальным доказательством. И также у нас есть нечто, называемое исламским доказательством, которое является учением Корана и учения пророка Мухаммада, мир ему. И это более веско доказательство существования Бога, которым является Аллах, и того, что ислам – это истина. Не потому, что у меня был сон. Это называется личным опытом. Потому что я могу доказать тебе и показать, почему ислам – это истина. И почему ислам укрепляет нашу веру и передает нам больше уверенности в том, что Создатель существует, которым является Аллах, который достоин поклонения. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Ты веришь в Бога, верно? Да, я верю в Создателя, я верю в Аллаха. Да, потому что если ты не веришь в Бога, это большая проблема. Нет, но я чувствую, что люди верят в Бога, потому что они боятся. Поэтому они обязаны верить во что-то. Ты разлил свой кофе. Нет. Это одно из утверждений Ричарда Доккенза. Он пытался сказать, что причины, по которой люди верят в Бога, потому что они боятся окружающей среды или природы. Что в корне неверно. Потому что пророк Мохаммед сказал нам... Далее я приведу тебе доказательства. Пророк Мохаммед сказал нам, что каждый ребёнок рождается со склонностью верить в Создателя. Это называется фитра. И было проведено исследование в Оксфордском университете, как ты делаешь проект для школы. Сейчас я не могу вспомнить имена исследователей, но ты можешь проверить это. Они проводили исследование на протяжении трёх лет, и они потратили 1,9 миллиона долларов на это исследование. Они брали детей из разных уголков мира, и даже из семей атеистов. И они пришли к выводу, что если оставить детей без предварительного образования, они вырастут, веря, что есть Творец, и что есть цель в их жизни. Так что это полностью опровергает идеи того, что причина, по которой они верят в Бога, потому что они боятся, это неправда. Верить в Бога – это здравый смысл. И это сходится с нашими здравыми рассуждениями. Это человеческая природа бояться неизвестного. Что? Это человеческая природа бояться неизвестного. Бояться чего? Неизвестного. А, бояться неизвестного. Да, но я не говорю, что ты не можешь бояться Бога. Я имею в виду, что мы подчиняемся Аллаху на основе страха и любви, потому что мы боимся его гнева, понимаешь? Но я не говорю о страхе неизвестного. Но то, что я говорю, есть универсальные доказательства и другие доказательства, указывающие на Творца. Мой вопрос к тебе. Представь, если я скажу тебе, что я нашёл айфон в пустыне, и я скажу тебе, что этот айфон был сделан случайностью. Ты приняла бы это? Только будь честна. Нет, конечно нет, потому что это настолько сложно и организованно. А что насчёт этого прекрасного творения? Что насчёт твоего творения? Поэтому Аллах говорит нам размышлять. Знаешь, некоторые люди продолжают спрашивать. Покажи нам чудо. Но твои собственные глаза — это чудо. Ты просишь чудо, хотя твои собственные глаза — это чудо. Наши глаза более сложные и более запрограммированные, и более организованные и более сложные, чем камера. Это не может появиться из-за случайности или слепой материи. Это невозможно, нелогично и иррационально. Поэтому мой вопрос к тебе, как умной молодой девушке, что имеет больше смысла? Что эта вселенная была создана Творцом, который обладает абсолютной силой, абсолютным знанием и абсолютной мудростью или ничем? Ты имеешь в виду теорию Большого Взрыва? Опять же, когда ты говоришь о теории Большого Взрыва, ты говоришь о чём-то неизвестном из прошлого, которому мы не были свидетелями. Я имею в виду, что некоторые мусульмане приводят теорию Большого Взрыва как доказательство существования Творца. Потому что что такое Большой Взрыв? Это эффект или явление. А у каждого произошедшего явления есть причина. Так что кто вызвал это явление? Но я даже не верю в это. Я не верю в Большой Взрыв. Да, но всё сделано из науки. Всё сделано из чего? Науки. Но наука — это предмет, это метод. Как наука может сделать что-то? Я имею в виду, что всё вокруг нас связано с наукой. Нет, наука — это метод. Наука — это что-то изучать, наука не делает что-то. Я не говорю о науке в общем, потому что я не очень разбираюсь в этой теме. Знаешь, почему я говорю с тобой? Знаешь, что происходит? Ты лишь повторяешь то, что тебе сказали в школе. Потому что это не имеет никакого смысла. Знаешь, что ты говоришь мне? Как будто я спрашиваю тебя, кто сделал этот телефон. Ты говоришь мне математика. Но математика — это не сущность, обладающая силой и волей. Ты понимаешь, о чём я говорю? Наука — это метод. Наука — это предмет. Это то, что мы изучаем. К примеру, изучение Вселенной называется наукой. Есть разные науки — космология, биология, социология и так далее. Наука не создаёт. Мы создаём науку, чтобы изучать и понимать. Не наука создаёт нас. Наука — это тема, это не сущность. Да, теперь стало ясно. Представь, что ты спрашиваешь у меня, кто сделал машину. И я говорю, её сделала биология. Но это предмет, который ты изучаешь в школе. Я хочу сказать... Хорошо, что ты хочешь сказать? Да, или инженерия. Кто создал машину? Инженерия. Так что ты хотела сказать? Я не хочу говорить за тебя. Да, не чувствуешь, что я давлю. Нет проблем. Я отпущу тебя, иншалла. Но я посоветовал бы тебе изучить эту тему. У нас есть свой канал на Ютубе, ты можешь проверить. Он называется «Дасдауа». Потому что ты сказала мне вначале, что ты пришла сюда, чтобы выбрать свой собственный путь. Да. Это не на самом деле. Ты просто... Нет-нет, это просто проект. Я использую свой собственный путь. Хорошо. Но что ты имеешь в виду под тем, что ты используешь собственный путь? Каким образом? У тебя должна быть свобода делать всё, что ты хочешь. Хорошо? Я могу выбрать говорить о тюремной системе или социологии, или правах человека. Поэтому я сфокусирована на правах человека. Хорошо. То есть ты... У тебя есть свобода слова? Говори, что хочешь. Нет. Честно говоря, у нас нет абсолютной свободы слова. То, что ты говоришь, это и есть свобода слова. Нет, не существует абсолютной свободы слова. Если я буду стоять здесь и говорить определённые вещи, меня могут арестовать. Нет, сестра. Но технически ты ведь можешь говорить всё, что хочешь. Нет, я не могу сказать. Но будут последствия. Да, конечно. Как сказал один из правителей в Африке, он сказал, что я гарантирую вам свободу слова. Но я не гарантирую вам свободу после слова. Да, и это парадокс. Потому что если у меня есть свободу слова, почему вы не гарантируете мне свободу после слова? Ты понимаешь, что я говорю? Смотри. И также у нас нет абсолютных прав человека. Ты говорила о правах человека. Кто должен диктовать, что право человека, а что нет? Ну, правительство, я думаю. Правительство? Да. Если правительство скажет, что отныне, согласно правам человека, людям нельзя говорить, было бы это правильно? Нет. Но только что ты говорила, что правительство диктует. Те, у кого есть силы, они устанавливают правила. Нет, мы не должны следовать им, только потому, что так сказала правительство. Это называется стадным инстинктом. Да, я знаю. И это то, с чем пришел бороться ислам. Против стадного менталитета. Аллах сказал, приведите ваши доказательства, если вы правдивы. Мы не должны слепо следовать тому, что сказала правительство. Причина, по которой я упомянул это, я не уверен, слышала ли ты о том, что произошло в Катаре касательно ЛГБТ. В мусульманских странах мы не принимаем ЛГБТ-сообщества. Хорошо? И они пытаются сказать, что это их право человека. Но что насчет наших прав человека? Если мы скажем, что наши права человека – это не принимать сообщества ЛГБТ, а ЛГБТ-сообщество говорит, что это их право, чтобы мы приняли их, так чьим правам человека мы должны следовать? Ты видишь противоречие? Чьим правам человека мы должны следовать? Не знаю. Поэтому нам нужен Создатель. Когда Создатель определяет наши права, они объективны для всех людей. Но у людей есть предубеждения, и у нас есть злые желания. Понимаешь? У нас есть предубеждения и злые желания. Как я сказал одному парню, я сказал, смотри, я чувствую, что я без руки. У меня нет руки. Я чувствую это. Я буквально чувствую, что я родился безруким. Даже если ты ясно видишь, что у меня есть рука, ты бы помогла мне отрезать мою руку, если бы я попросил тебя. Нет. Нет. А что насчёт людей, которые говорят, что они чувствуют, что они женщины, хотя на самом деле они являются мужчинами? И мы идём и платим деньги из налогов, деньги, которые люди усердно зарабатывают. И эти люди идут менять всё, с чем были они созданы, потому что они чувствуют себя по-другому. Это то, что сказал Аллах в Коране. А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса и земля и те, кто на них. И мы можем наблюдать это прямо сейчас. Понимаешь? Мы можем видеть это. Когда люди, начиная следовать своим страстям, происходит подобное. Был мужчина, который изнасиловал двух женщин. Ты слышал об этом? Нет. И он ещё убил кого-то, да? Нет-нет. Он изнасиловал двух женщин, и когда его ввели в суд, когда его ввели в суд, чтобы вынести ему приговор, он знал. Он знал, что его посадят в тюрьму. Да, я слышал об этом. И что он сделал? Он определил себя как женщину. И сейчас, согласно закону, что будет с тобой, если ты не примешь это? Они должны посадить его в женскую тюрьму. Да. Ты должен посадить его в женскую тюрьму. А для него это рай. Это не тюрьма. Да, это то, что он хотел. Ты видишь опасность этой идеи сестра? Ты кажешься умной девушкой. Ты пришла одна или с группой? Ты пришла сюда учиться и делать проект. Я поддерживаю тебя за это. Но также я посоветую тебе узнать об исламе и понять ислам. Понимаешь? Знаешь, ислам пришел с пятью вещами. И эти пять вещей, если мы сохраним их, у нас будет хорошее общество. Здоровое общество. Первое. Ислам пришел сохранить религию. Что это значит? Это значит, в исламе, если ты начинаешь поклоняться ложным богам, а это включает в себя наши желания, тогда у нас будет возвращенность. И я показал тебе это. Но мы должны поклоняться истинному богу. И также ислам пришел, чтобы защитить наш разум. Поэтому в исламе алкоголь и наркотики запрещены. И третий. Ислам пришел, чтобы сохранить имущество. Поэтому в исламе расставчетские проценты и азартные игры запрещены. И четвертое. Ислам пришел, чтобы сохранить брак и семью. Поэтому предлубодеяние и блудь запрещены. И последнее. Ислам пришел, чтобы сохранить жизнь. Вот поэтому причинять вред себе, убивать себя или убивать невинных людей, совершать самоубийство – это запрещено. Эти пять вещей, которые ислам пришел сохранить, если мы сохраним их, у нас будет хорошее общество. Алкоголь уничтожает нас по отдельности и в общем. Ты согласна? Да. И также с азартными играми. Да. Да, и это дело из собой ужасное. Я буквально знаю историю, не одну, не две, а более 50 историй, когда я слышал, как люди становятся зависимыми от азартных игр. И они опускаются до того, что крадут вещи у своих детей. PlayStation 2 или PlayStation 5. Чтобы продать. Только для того, чтобы выручить немного денег для азартных игр. И подобно азартным играм, расставчические проценты. Это новое рабство. Эти проценты делают богатых богаче, а бедных беднее. И также блуд и прелюбодеяние разрушают общество. И появляются дети, которые не знают своих родителей и так далее. И когда они вырастают, в общем говоря, у них нарушенная психика. Говоря в общем, я не говорю про всех. Есть исключения, без сомнения. Так что ислам, когда он пришел сохранить эти пять вещей, он поставил барьеры. Однако есть люди, которые извлекают выгоду из подобного устройства вещей. Кто они? Это люди у власти. Они получают выгоду из азартных игр, процентов и так далее. И они знают, что все это плохо для общества. Так что они делают? Так как они богатые, и они зарабатывают деньги на страданиях людей, тем самым они используют свое богатство, чтобы выставить ислам в плохом свете. Хотя ислам благо для нас, индивидуально и коллективно. И вопрос, который мы должны задать себе. Как человек, пророк Мухаммед, который существовал 14 столетий назад, смог прийти с совершенным образом жизни? Я говорил про пять вещей. Защита нашего разума, здоровье, имущество и так далее. И о поклонении истинному Богу. И теперь я также собирался упомянуть тебе. Потому что мы говорили о правительстве и власти, и тех, кто находится у власти. Когда ислам пришел, чтобы сохранить эти пять вещей, он также установил барьеры. И любой, кто нарушает эти барьеры, есть наказание. Потому что мы люди. Мы не можем видеть в долгосрочной перспективе. Мы всегда хотим иметь что-то быстро. Даже если это плохо для нас. Но Творец всего, Он знает, что хорошо для нас в деталях, и что плохо для нас в деталях. Поэтому, когда ты смотришь на исламское законодательство, и сравниваешь его с человеческим законодательством, исламское законодательство – это, как пример, который я привожу. Представим, что ты идешь к врачу и говоришь, что у тебя боль. И врач дает тебе обезболивающее. Что делает обезболивающее? Оно не лечит корень проблемы. Обезболивающее просто справляется с симптомами и скрывает боль. Но исламское законодательство… Ты в порядке? Да, да. Ладно, но исламское законодательство имеет дело с корнем проблемы. Поэтому в исламе, если что-то толкает тебя к запретному, ты должен это остановить. А не говорить, да, я знаю, что это ведет к плохому, но я буду продолжать это делать. Например, немного алкоголя – это нормально. Нет, потому что это приведет к большему злу. Поэтому, как пророк Мохаммед пришел с этим идеальным образом жизни, который не умел ни читать, ни писать? Но у нас есть все эти политики, которые учились в лучших университетах по всему миру, а они не могут решить проблемы, с которыми они сталкиваются. Потому что законодательство, с которым пришел пророк Мохаммед, мир ему, законодательство ислама, пришло от всемогущего. Поэтому оно идеально подходит для нас. Поэтому даже ты согласна с этим. Потому что это имеет смысл. Понимаешь? Это то, что я говорю. Так как человек, который не умел ни читать, ни писать, который никогда не учился в университетах, пришел с этим идеальным образом жизни, чтобы укрепить нашу веру в существование Творца. Понимаешь? Что ты думаешь насчет того, что я сказал? Насчет этих пяти вещей. Это имеет смысл? Да, я поняла. Я имею в виду, это сложно. Моя сестра – это иска, а моя мама – христианка. Хорошо. У них обеих разные мнения обо мне и все такое. И они тянут меня к себе, чтобы я поверил одной из них. Хорошо. Моя сестра, она верит в науку и тому подобное, как я пыталась сказать тебе ранее. Хорошо. Я не знаю, как это объяснить, но... Нет, я понимаю тебя. Ты как между двух огней. Знаешь, позволь мне сказать тебе кое-что. Моя жена, она приняла ислам. Моя жена, она приняла ислам, когда ей было 14. Она стала мусульманкой до того, как я встретил ее. Хорошо? И ма шааллах, моя жена очень хорошо разбирается в науке. И она стала мусульманкой, когда ей было 14. Ее мать атеистка. И часть ее родных – христиане. А ее очень атеист. Хорошо? Но, аль-хамдул-лях, она была достаточно умна, чтобы принять решение, когда ей было 14. Я не знаю, сколько тебе лет. Но когда ей было 14, она сказала, «Знаешь, ислам имеет смысл для меня. Я не буду слепо следовать за своей матерью или сестрой». Поэтому Аллах в Коране всегда обращается к разуму. Поэтому в исламе все, что вредит разуму, запрещено. Потому что это один из инструментов, которые мы используем, чтобы размышлять о творении Бога, а также о его откровении. Так что подумай об этом. Знаешь, я скажу тебе вот что. Существует большая война против ислама. Без сомнения. В Австралии, в Америке, в Британии, повсюду написано много статей, в которых плохо отзываются об исламе. Но все равно это самая быстрорастущая религия на Земле. Особенно в Западном мире, в Европе и Америке. Несмотря на то, что те, кто находятся у власти, создают множество преград, у них есть много сильных инструментов, которыми они пытаются остановить ислам. Но они не могут остановить его. Потому что Аллах сказал нам, что Аллах сделает так, чтобы ислам распространился, даже если неверующие не любят его. И Аллах упомянул это 14 столетий назад. И это пророчество, которое мы можем наблюдать своими глазами, понимаешь? Поэтому люди принимают ислам в Британии и Америке, понимаешь? По всему миру люди принимают ислам. Поэтому я понимаю, почему ты говоришь о своей семье и о науке. Да, мы изучаем Вселенную с помощью науки. Но иногда наука используется, чтобы манипулировать нами. Ты знаешь об этом? Есть документальный фильм, который я советую тебе посмотреть. Он называется «Изгинанные». Это расследование было проведено еврейским журналистом. Так что я советую тебе посмотреть его. Почему? Потому что он показал всем, как университеты относятся к учёным-исследователям, которые верят в Бога. И они начинают преследовать их. Я не всегда пытаюсь проталкивать только тех учёных, которые не верят в Бога. Поэтому здесь ясно, что у них есть определённые интересы. Я покажу тебе это. Хорошо? Я очень ценю твоё время, понимаешь? Какой у тебя ютуб-канал? Я покажу тебе всё. Вот, я нашёл. Ты хочешь, чтобы я это посмотрела? Да, это документальный фильм. Он называется «Изгнанные. Разум запрещён». Это еврейский журналист. Он известен. Я забыл его имя. Он провёл исследование в топовых университетах Америки. И он взял интервью у учёных-исследователей, которых уволили. Даже если они были хорошими исследователями. Потому что в своих статьях они сказали, что эта вселенная подтверждает, что у неё есть Творец. И только за это их уволили. Поэтому ты говорил о свободе. Я согласен, мы должны дать свободу. Но должны быть определённые рамки, без сомнения. Потому что предоставление абсолютной свободы создаёт хаос. Понимаешь? Поэтому он разоблачил их. Они говорят, что они следуют науке и доказательствам. Но когда их учёные, которые являются квалифицированными экспертами, говорят о Творце, вы притесняете их. Вот мой канал. Это мой канал. Я проверю его. У тебя есть Инстаграм? Да, конечно, у нас есть Инстаграм. Я могу сделать снимок? Да, конечно. Также у нас есть Инстаграм. Это наша страница в Инстаграм. Хорошо. Ты даже знаешь лучше меня. Спасибо. Хорошо. У тебя есть ещё какие-либо вопросы? Я пришла сюда чисто, чтобы послушать. Но знаешь, подумай о том, что я сказал. Подумай. Потому что мы все однажды умрём. И оставим эту жизнь. Была ли ты в Алжире? Была ли ты в Марокко? Нет. Представь, что ты хочешь поехать в Марокко или Алжир. Что ты должна сделать в первую очередь перед поездкой? Ты должна изучить, какую валюту они используют. Безопасна ли эта страна? Какая там погода? Хорошо. На каком языке они говорят? И также мы должны понять, почему мы должны умереть. Каково наше назначение? У каждой части твоего тела есть назначение. Понимаешь? Какова моя цель в жизни? Задавай эти вопросы. И на все эти вопросы отвечает священная книга «Мусульман Коран». Сейчас у меня нет с собой Корана. Иначе я дал бы его тебе. Но если ты сможешь отправить нам сообщение через Инстаграм, я могу отправить тебе PDF-файл для чтения. Хорошо? Большое спасибо, что ты слушала. Я прошу прощения, если я сказал что-нибудь грубое. Нет, всё в порядке. Хорошо, позаботься о себе. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.